Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжаем разговор о книге пророка Иеремии. Обратимся сейчас к 10 главе. По сравнению с предыдущими, 8-9 главами, текст, который находится в 10 главе, преимущественно обращается к такому феномену, как язычество, идолопоклонство. Вероятно, распространенные, даже очень распространенные в Иерусалиме и Иудее во дни пророка Иеремии. Во всяком случае, мы видим, как часто обращается к этой проблеме пророк, а здесь в 10 главе практически весь текст этому и посвящен. Слушайте слово Господне, которое говорит Господь. Не учитесь путям язычников, не страшитесь знамений небесных. Речь идет о том, чтобы не пытаться поклоняться тому, что не есть Бог, и не бояться знамений. Речь идет, конечно, о начатках астрологии, хотя, впрочем, в то время уже это были совсем не начатки, а вполне развитый культ звезд и всего с этим связанного. Вот это часто придавливает людей, когда кажется, что ты вообще не свободен в своих действиях, все предначертали какие-то небесные траектории в звездах и прочих светилах. Ну, тогда, может быть, еще какие-то у этого могли быть оправдания. Сейчас, когда мы знаем астрономию, совсем все выглядит нелепо, хотя, надо сказать, что от этого не исчезло. И вот Господь здесь говорит, уставы народов пустота, вырубают дерево в лесу и делают из него идола. Их носят, потому что они ходить не могут. Не бойтесь их, они не могут причинить зла. Вот это все почитание идолов вызывает даже не скептицизм, а сарказм и у Бога, и у пророка Иеремии. Здесь прямо, недвусмысленно говорится о том, что это глупость, что эти идолы, которые там гвоздями и молотком прикрепляют, чтобы они не шатались, они не могут причинить зла и не могут делать добра, они ничего не могут. Очень неполиткорректное высказывание. Потому что здесь напрямую говорится о том, что вот эти все пути языческого поклонения, все, что с этим связано, это глупость, пустота. Глупость и пустота. Конечно, ценностями мультикультурализма здесь и не пахнет. Здесь пахнет определенностью. Добро – это добро, зло – это зло. Поклоняться реально существующему Богу – это имеет смысл. Поклоняться этим деревянным скульптурам – никакого смысла не имеет. И компромисса между этими двумя позициями быть не может. И Иеремия обращается в нескольких местах этой главы к прославлению Бога и говорит, «Нет подобного тебе, Господи, ты велик, имя твое велико могуществом, потому что тебе принадлежит все это. Нет подобного тебе». Такой очень энергичный и красивый гимн собственно реальности Творца, реальности Бога и тому, что действительно нет подобного тебе. Вот все это, говорит Иеремия, это все дело художника и рук плавильщика. Одежда на них, на этих статуях, гиацинт и пурпур. А Господь Бог есть истина. Он есть Бог живой и царь вечный. И народы не могут выдержать негодования его. Господь Бог есть истина. Бог живой и царь вечный. Потому, что Иеремия наблюдает, как нарушение уставов всяких ваалов, языческих народов ничего не меняет. А нарушение заповеди Божьей о милости судей и правде разрушает всю жизнь народа и всего мира. Вот почему он говорит, эти все идолы чушь, а ты Бог живой. Так говорить им, боги, которые не сотворили небо и земли, исчезнут с земли и из-под небес. Таким образом, вот они будут забыты, они исчезнут с земли и из-под небес. Это все не боги. А настоящий бог сотворил землю силой, утвердил вселенную мудростью, по голосу его шумят воды на небесах. Таким образом, Иеремия воспевает того бога, чья воля к жизни, если воспользоваться таким Джек-Лондоновским выражением, его воля к тому, чтобы мир и мы жили, вот она выводит из небытия весь этот мир. А когда плавильщик срамит себя истуканом своим, это совершенная пустота, дело заблуждения. Иеремия добавляет также, что доля Иакова, доля Израиля, доля народа Божьего отличаются от язычных народов, потому что его бог есть творец всего. Народ Божий поклоняется тому единственному богу, который настоящий. который настоящий. И это... И Израиль жезл наследия его, это Бог взял этот жезл. Имя его Господь Саваоф. И дальше пророк говорит о том, что, конечно, именно потому так драматично, так скорбно и страшно то, что Израиль предает Бога, потому что тогда он сам себя загоняет. Я выброшу жителей земли сей, и это горе, это сокрушение для Иеремии, горе мне в моем сокрушении, мучительно рана моя, потому что все, кто могли направить на путь Бога, пастыри, все сделались бессмысленными, не искали Господа, поступали безрассудно, и стадо их рассеяно. Никто не искал Бога, и вот поэтому все разваливается, вся жизнь. Люди разбегаются, город падает и разрушается. В конце этой главы пророк говорит еще довольно странную такую вещь. «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, не во власти идущего давать направление стопам своим». Вероятнее всего пророк говорит здесь о том, что вставшие на путь неправды, отказавшиеся от пути милости, суда и правды, люди уже не в состоянии свернуть. Всякий делающий грех есть раб греха, говорит об этом Господь Иисус Христос. Вот вероятно и Иеремия в виду имеет нечто такое. И все-таки он скорбит и жалуется, скорбит и сетует перед Богом на участь народа своего, говоря о народах, которые съели Иакова, пожрали его и истребили его. Он говорит, «Наказывай меня, Господи, но по правде, а не во гневе Твоем, чтобы не умолить меня». И вот эти последние несколько стихов, в сущности, это такое исповедание грехов, попытка молить о прощении и о милости, о том, чтобы Бог, несмотря на несомненную, очевидную, явную вину Израиля, все-таки наказывал его не во гневе, но в правде. Дорогие друзья, на сайте exeget.ru появилась викторина по священному писанию, и я очень рекомендую ее для всех тех, кто хочет углубить или актуализировать свои знания священного писания. Это очень интересная возможность. Продолжение следует...